Добрый вечер! Основные события дня в материалах наших корреспондентов в студии Павел Вильковский. 23 раненых из них, двое в тяжелом состоянии и двое погибших. Российские пограничники вновь организовали транзитный коридор для эвакуации раненых украинских военнослужащих. Пострадавших в боях собирали по медучреждениям в Зверево, Ростовском, Донецке и Гуково, после чего переправили через границу в Матвеевом Кургане. Операция по мирной переправке затянулась до поздней ночи. Тогда же стало известно о массовой сдаче украинских военнослужащих. На украинский пункт пропуска из Варина, который контролируется бойцами народного ополчения, прибыли 41 военнослужащие Украины, которые оставили свои воинские части и обратились к ополченцам с просьбой о помощи в переходе на территорию Российской Федерации. На данный момент украинцы, которые не хотят воевать против своих сограждан, находятся на территории России. Некоторые из них попросили российское гражданство. Работу пропускных пунктов Новошахтинской Куйбышева вновь пришлось приостановить из-за боевых действий в Украине. Сегодня утром личный состав поста Новошахтинск вновь был эвакуирован. После прекращения огня вблизи границы таможенники вернулись на рабочие места. К другим темам. Правительство региона рассчитывает на жесткий контроль прокуратуры за выполнением нового областного закона о запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. Он вступает в силу 1 сентября. Об этом стало известно на заседании итоговой коллегии. Доступление закона в силу осталось чуть больше месяца. Пока же прокурор области назвал одной из самых проблемных сфер жилищно-коммунального хозяйства. Обсуждались вопросы предоставления помощи украинским беженцам. Только за минувшие сутки на Дону размещено более 2 тысяч вынужденных переселенцев. Обращаю внимание, и это требуется всех своих подчиненных в правительстве области, на то, что предметом особой, отдельной заботы должны быть люди, проживающие в среде территории. Я говорю о жителе простой стройности. Мы ни в коем случае на фоне этой трудной проблемы не должны увидеть, что нарушаются права, что там не обеспечена их охрана, безопасность. По мнению специалистов, проблема с беженцами остается достаточно сложной, и решать ее нужно совместно с прокуратурой. Это касается размещения, трудоустройства, медицинского обеспечения и соблюдения правопорядка. Уборка ранних зерновых в области перешла в зенит. Оболочено 88% площадей, урожайность более 30%. Это выше прошлогодних показателей. Традиционно на полях региона выращиваются подсолнечник и другие культуры. Но в нашем следующем сюжете Татьяна Бочарова представит вам не совсем обычное поле. Поле, как клумба. Делегации во главе с главным аграрием Дона исследуют необычный цветок – сафлор или дикий шафран. Вот семечка, вот семечка. Это только чего отцвел он. Нету там еще семян. Это надо сухую семянку. Вот она, вот это масло чувствуется. Масло очень полезное, насыщенное линолевой кислотой. Применяется в лечебных целях и в косметологии. Цветы – хороший медонос и заварка для чая. Лепестки красят ткань в желтый и красный цвет. В древнем Египте сафлор использовали для окрашивания повязок при мумифицировании. Колючий куст – красивое растение, масляничное, 35% масла отсюда выходит. Полезного очень в косметике и вообще в различных медицинских целях. Выращивается в Индии, в Египте. И вот у нас есть энтузиасты этой колючки. Говорят, она очень хорошо растет в таких сухих местах. Может быть и другие земледельцы глянут на сафлор. Чем жарче, тем ему лучше, рассказывает руководитель хозяйства. Четвертый год возделывают здесь эту культуру. Сафлор оздоравливает пашню. После него хорошо растут любые культуры. Собирают урожай в начале августа. Уборки проблемы никакой нет. Идут, шепчут комбайны. Исключительная уборка. Вымолачивается. Но продавать кое-когда вот этого волосков приходится. Начали с 90 гектаров. Но по реализации проблем нет никаких? Нет, никаких. И цена нормальная, я считаю. А интабельность какая? Ну, главное затраты. Если 3 тысяч затраты... Ну, считайте, 3 и 12. 400 процентов. При такой выгоде в пору о переработке думать. Но пока ценное растение в виде сырья идет за границу. Ну, много мы отправили, конечно, немцам, полякам через Польшу. Не переработанные, да? Не переработанные. Мы затарывали в мешки по тоне. По 20 мешков в фуры ставили. Без проблем отправляли. Сафлор, неприхотливый, как настоящая колючка, обходится минимальным запасом влаги. И решает главную проблему засушливых зон. А красота и ценность цветовый семян вполне могут прописать его на донских полях. Татьяна Бочарова, Станислав Фоменко. Главные новости. В Ростове за один день собрали почти 30 литров крови. В областной станции переливания прошла акция «Суббота доноров». Специально в выходной день медики вышли на работу, чтобы принять всех желающих. Большинство людей приходят сдать кровь. Уже не в первый раз нашлись и почетные доноры России. За их плечами более 80 кровосдач. Екатерина Лободина присоединилась к добровольцам. А седьмая или восьмая, что-то забывалось. Они не ведут подсчет своих кровосдач. Приходят каждые полгода или хотя бы раз в год. Кто-то начал сдавать, когда потребовалась кровь для знакомых или родственников. Кого-то сагитировали в медуниверситете. За несколько лет Ольга Гавриленко уже успела заслужить доверие врачей. Был один случай, что мою кровь использовали в суперфильтрации. Какой-то интересный способ, что очень срочно нужна была кровь. Даже не стали перепроверять меня. И стало так приятно, что кому-то человеку действительно спасла жизнь. Специально для акции «Ответственный донор» станция переливания крови даже меняет свой график работы. Суббота становится рабочей. Почетных доноров СССР и России врачи приглашают лично, по телефону. Для Александра Манеконяна это уже 85-я донация. К числу почетных доноров России, а их больше трех тысяч, примкнул и начальник областного управления лечебно-профилактической помощи Александр Крат. Когда я работал главным врачом больницы, на одной из утрешних планерок родились двое малышей в роддоме. И медицинская сестра, докладывая о рождении двух младенцев, сказала, что потребовалось переливание крови, что переливали мою кровь. Я говорю, ну вот тогда мы начали воспитывать уже предплеяду главных врачей. Ежедневно в Ростовской области донорами становятся около 600 человек. Так в хранилище поступает почти 300 литров крови, где она проходит карантин. Через полгода после первой кровосдачи медики рекомендуют прийти донорам за результатами анализов. Максимальная доза, которую мы можем взять у человека одномоментно, это 450 мл крови без учета крови на лабораторные исследования или 600 мл плазмы. Интервалы между кроводачами один раз в 60 дней. Донор крови может сдавать кровь. Донор плазмы на 15-й день. Донором может стать любой человек старше 18 лет и весом тела более 50 килограммов. Главное при себе иметь паспорт с пропиской в Ростовской области. У нас постоянно есть люди, в том числе и раненые, которыми мы занимаемся. Им всем нужна кровь. Всегда мы имеем запас крови в роддомах, потому что, как бы мы ни говорили, что рождение ребенка – это естественный процесс. Но, тем не менее, много возникает вопросов и проблем. И там всегда это нужно. Во всех хирургических стационарах. В любом варианте, при любой проблеме, при любой патологии может возникнуть ситуация, когда нужна кровь. В Ростове ждут доноров на станциях переливания крови на Варфоломеево и Ченцово. После сдачи каждому выплачивают денежную компенсацию – почти 400 рублей. И выдают справку, которая освобождает от работы на день. Екатерина Лободина, Станислав Фоменко. Главные новости. Более 80% обращений в органы власти касается сферы ЖКХ. Из них наибольшее количество жалоб по общедомовым платежам. Такую статистику озвучили донские парламентарии на открытой трибуне, посвященной проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Эксперты отметили, схему подсчета общедомовых расходов давно нуждается в изменении. Платежи по ним не должны составлять 90% от объема потребленного ресурса. 100 кВт потратил, мне 70 кВт приписывали. Хотя все специалисты говорят, ну максимум 10-15% должно быть. Вот мы эту тему хотим сегодня порассмотреть внимательно. Люди выскажутся, хотим этот материал обобщить, потом прийти к какому-то выводу. Эксперты говорили и о необходимости повышения эффективности общественного контроля. Сегодня профильные организации собирают жалобы жильцов, а затем передают их в жилищную инспекцию. Но рассмотреть все, а тем более принять по ним решение невозможно. Только за полгода в ведомство подано около 5000 обращений. И подробнее о необходимых изменениях сферы ЖКХ Евгений Шепелев рассказал в нашей студии. С председателем профильного комитета законодательного собрания беседовал мой коллега Артем Тарасов. Евгений Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Отрадно вас видеть в нашей студии. И в начале состоялось уже третье заседание открытой трибуны Донского края по вопросам ЖКХ. С чем это связано? Во-первых, это связано с тем, что вся социология исследования этого вопроса ЖКХ говорит о том, что население, 80% населения сегодня активно его рассматривает, муссирует, объясняет, разъясняет. И ставит этот вопрос, в конце концов, в своей обыденной жизни на первое место. Какие основные вопросы поднимались на дискуссионной площадке? Мы не стали рассматривать целый ряд вопросов, их много, но рассмотрели два, которые, на мой взгляд, самые сложные. Это общественный контроль в сфере ЖКХ и услуги по общедомовым затратам. Вот вы говорили именно о повышении эффективности, коснемся одного из вопросов, эффективности общественного контроля. Я знаю, что существуют организации, которые, собственно, и занимаются им в сфере ЖКХ. В Ростовской области их где-то полтора десятка. Расскажите, каким образом они взаимодействуют именно с жилищной инспекцией? Ну, их больше, наверное, чем два десятка. Больше полтора десятка это общественные организации такого крупного масштаба, которые, в общем-то, занимаются почти, наверное, распространены их усилиями на всю область. А еще есть при министерствах общественной организации, есть созданы, в конце концов, государственные, федеральные, надзорные и контрольные органы. То есть, я бы сказал, что массированный общественный контроль проводится. Не только общественный, но и государственный, и местный. Значит, но самое главное, что факт от этого контроля. Может быть, информация, если говорить о том, сколько жилищная инспекция рассмотрела заявлений по системе ЖКХ, допустим, в прошлом году 2,5 тысячи, ну, где-то около 5 тысяч за год. То в этом году уже за полгода более 5 тысяч. То есть, перекрыли этот показатель прошлогодний в первом полугодии? Вот в два раза, понимаете. Я не могу сейчас четко сказать, что объяснить это активностью то ли общественного контроля, или активностью населения. Скорее всего, и то, и другое. Поэтому такой интерес, потому что люди, конечно, жить хотят более комфортно, более достойно, а недостатка еще пруд прудей. Угу. Коснемся второго наболевшего вопроса, который вы поднимали на открытой трибуне, это общедомовые расходы. Соответствуют ли они тому обоснованному минимуму, о котором говорят эксперты, или все-таки нет? Я бы сказал так, что это еще более сложный вопрос, чем вот общественный контроль. Если общественный контроль, нужно, наверное, провести настолько масштабную пропагандистско-просветительскую работу по всем звеньям, начиная от дома, кончая федерацией, регион, федерация и так далее, все структуры, то здесь еще сложнее. Все дело потому в том, что как раз таки эти два вопроса, они пересекаются. Общественный контроль, государственный контроль и общедомовые расходы. Есть счетчик, есть все счетчики в доме. Складываем все вместе, и то, и это, и сравниваем. Не сходится. А если не сходится намного, кто приписал? Управляющая организация или энергетики? Вот поэтому, когда, понимаете, человек приходит к тебе с заявлением и говорит, я потратил 150 киловатт-часов, я за них и хочу платить. Но мне приписали еще общедомовые 150 киловатт. То есть, ну это неправильно. Вся технология и техника измерений, она говорит, что должно быть, ну не больше, наверное, 50%. И есть у нас даже примеры того, как, допустим, в том же Зверево, который вот сегодня на слуху, люди там, группа людей жалуется на то, что неправильно рассчитывают, где на доме 5% общедомовые. А что управляющие компании об этом говорят? Управляющие говорят, первое, потери, второе, старые системы, все надо менять, все надо ремонтировать, тогда, может, придем к тому, что будет где-то. Но все равно оно не будет. Ну, 5-10% это совсем немного. Если 10-150 киловатт вы потратили, а вам прописали по общедомовому 5 ламбочек на этаже, сколько они могут дать? Ну, может быть, 5-10 киловатт. Тогда человек понимает, что здесь все в порядке. А когда плюс еще 150, он не понимает. Поэтому тут огромный пласт работы. Вы знаете, что на форуме в Челябинске премьер-министр предложил, что общедомовые платежи коммунальных услуг убираем и перенесем на ремонт и содержание жилья. Но пока механизма нет, вот они обещают правительство принять решение, и сам механизм сказать, какой будет это вот в сентябре. Ну, вот, собственно, об этом и хотелось бы поговорить, об изменении механизма распределения платежей по общедомовым расходам. Вот можно еще вот несколько нюансов, чтобы вы подробнее об этом рассказали? Как я понимаю, вот Челябинское предложение. Ну, я не могу сказать. Ведь там же не обсуждался механизм. Как сказали несколько фраз, что когда мы заседали на совещаниях перед самим форумом, то возникал у всех вопрос, и у меня в том числе, я задал вопрос. Хорошо, а какой механизм? Механизм будет такой. Собрание решает, сколько на общедомовые будут тратить. И что он, собственно, изменит? Видимо, если более четко и подробно сказать, то я понимаю так. В доме есть, ну, если по электричеству брать, есть шесть лампочек, которые освещают подъезд. Есть насос, который качает воду. Есть лифт, который... Это все затраты. Вот нужно четко просчитать, сколько это затрат, потом разделить, может, по квадратуре на каждую квартиру, и тогда этот общедомовый платеж этого жильца по энергетике, по воде, по теплу. И тогда он будет понимать, что он каждый месяц платит 100 рублей. Ну, никак, ни 500, ни 700, ни 350 и так далее. Или в один месяц 500, в следующий месяц 350. А в следующий месяц вообще 700. Ну да, тема общедомовых расходов. Поэтому вот, если посчитать, ну, специалисты должны сказать, что вот затраты такие по энергетике, по воде, затраты такие. Если, конечно, если в подвале вода бьет 3 атмосферы, и это считается, что этот счетчик крутит, но это потеря. Как же он отразится именно на самих потребителях вот это изменение механизма распределения расходов? Я думаю, что это в разы уменьшит платежи людей. Но эксперты еще не проводили аналитику, да? То есть это только предложение? Ну, я как бы сам придумал этот механизм, что должно быть так. Ну, по идее. Все приводит к тому. Если будет другой механизм, ну, тогда посмотрим. А какова вероятность, что будет именно этот, либо же какой-то другой? Помимо него еще высказывались какие-то предложения, идеи? Постановление правительства только всего. Ну, потому что тема общедомовых расходов очень обсуждаема в обществе. Даже по своей квитанции могу сказать, что иногда именно расходы общедомовые приближаются за конкретное жилье. И это действительно выглядит очень странно. Хорошо. И в завершении у нас осталось буквально полторы минуты. Каким еще решением участники открытой трибуны пришли в завершение дискуссии? Ну, решение мы по итогам уже обсудили. Итоги и по двум вопросам. По первому вопросу у нас появилось 12 проблем, которые мы будем решать. И по второму вопросу у нас появилось 5 проблем. Вот где-то 17 вопросов, 17 тем, которые нужно сегодня обсуждать со службами, с управляющими компаниями, с людьми, встречаясь с ними, с администрациями районов, городов и так далее. И выработать какое-то свое предложение. И может быть даже до сентября, по второму вопросу, послать это в правительство, послать, может быть, в Госдуму, сделать какое-то предложение. Евгений Михайлович, спасибо, что вы нашли время, пришли в студию и ответили на нашу вопрос. Спасибо вам. Гвардейское соединение спецназа Южного военного округа отметило свой 38-й день рождения. На его счету участие в боевых действиях в горячих точках и обеспечении безопасности на референдуме в Крыму. Особо отличившиеся бойцы получили повышение в звании и государственные награды. Она проявила себя на многих рубежах, показала только с хорошей стороны. Я в этой бригаде служу третий год, очень интересно служить, очень хорошие командиры, во всем только помогают и учат. Ну и также мы обучаем своих солдат, стараемся для них дать максимальное, что мы знаем, передать. За годы существования бригады 12 бойцов были удостоены звания Герой Советского Союза и Герой России. За свою историю гвардейское соединение несколько раз меняло место размещения, дислоцировалось в Казахстане, Афганистане и Азербайджане. Впоследствии бригада переселилась под Ростов и уже более 10 лет обеспечивает безопасность южных рубежей. И еще об одном торжестве. Сегодня мусульмане празднуют Ураза-Байрам, окончание священного месяца Рамадан. На Дону по традиции основные торжества в честь праздника разговения прошли в Ростовской соборной мечети. Утренний намаз посетили несколько тысяч человек. Традиционно во время Рамадана в мечети шел сбор благотворительной помощи. В этом году часть средств мусульбанская община направит на помощь украинским беженцам. Добавлю, Ураза-Байрам длится три дня после 30-дневного поста, являясь со вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-Байрам или Дня жертвоприношения. Донские реконструкторы отметили день военно-морского флота стартом большого путешествия. На копиях средневековых лодок путешественники отправились в один из древнейших городов Таманского полуострова, Тьму-Таракань. Таким образом путники восстанавливают маршрут одного из походов киевских князей. Вартан-Сюниджианс стал свидетелем исторического события. Якорь брошен всего на час. За это время реконструкторам предстоит погрузить на лодке почти полтонны груза. Глиняная посуда, одеяло из шкур, полотняные шатры. За время похода быт должен быть максимально приближен к условиям раннего средневековья. В этом году мы продолжаем наш маршрут 2010 года. В 2010 году мы ходили из города Елец до города Азов. По реке Донс сплавлялись 1581 километра прошли, целый месяц шли. В этом году мы решили пойти дальше по маршруту, то есть идти от Ростова, от Азова практически, до Тамани, до Тмутараканского княжества, которое было в 11 веке. Поход готовили почти год. В итоге разработали маршрут длиной в 500 километров. По расчетам, путешествие займет несколько недель. С учетом особенностей плавсредств, двух копий средневековых килевых лодок, девятиметровых поросных судов. Это большая работа, то есть она не просто так сел в лодку и поплыл. То есть надо, чтобы и органы власти по дороге были в курсе, что какие-то такие странные люди в одежде приедут. Современные средства связи есть у нас. Есть радиостанции морского диапазона, есть, соответственно, телефоны. Из 18 участников похода опыт имеют только 9. Например, врач-анестезиолог Яков Сафронов теперь капитан средневекового килевого судна. Для него это уже пятый поход. Это мое хобби, которое, так сказать, очень плотно вошло в мою жизнь, глубоко сидит во мне. И я очень рад, что я могу совмещать два своих любимых хобби в одном. Это военно-историческую реконструкцию и водные походы на вот таких вот моделях судов. Поход над Муторакань пробный. Новоиспеченные мореходы изучат все особенности таких путешествий. Затем, в ближайшем будущем, реконструкторы намерены воспроизвести поход князя Киевского Олега на Византию в 911 году, в ходе которого он прибил щит на врата Царьграда. А для этого будет необходимо построить большой морской корабль. Вартан Синеджан с Андрей Коробко. Главное новости. Настало время спортивных новостей. Ко мне уже присоединился Роман Саганов. Рома, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте, Павел. Физкульт-привет всем любителям спорта. Стартуем через несколько секунд. Футбольный клуб Ростов не смог пополнить свою коллекцию еще одним почетным трофеем. В матче за Суперкубок России под опечными Адрага Божевича в упорном противостоянии уступили футбольному клубу ЦСКА. За жаркими батариями наблюдала и Елена Зайченко. Футбольный клуб Ростов впервые принимает участие в борьбе за Суперкубок. Интересно, каким будет итог матча между действующими чемпионами страны? Совсем недавно футбольный клуб Ростов изменил состав. Вместо Дзюба и Ананидзе в команде теперь играют Дмитрий Торбинский и Александр Бухаров. Несмотря на кардинальные перемены, тактика ростовчан не изменилась. Но игра удивила многих. Первый тайм, как и погода в Краснодаре, по-настоящему жаркий. С первых минут обе команды берегут силы. Ближе к середине игра становится интересной. Счет открывают ростовчане. На 37-й минуте отличается защитник Ростова Хрвоя Милич. Как и предсказали ростовские болельщики, первый гол на контратаке. Дмитрий Полоц с линии штрафной красивым овладящим ударом сотрясает штангу. Болельщики замирают. Милич оказывается рядом и на отскоке бьет поворотом Акинфеева. К основному времени первого тайма судья добавляет 3 минуты. Армейцы заметно теряют первоначальный запал. Первый тайм мы играли очень хорошо. Думаю, что ростов был лучше. Они вели 1-0, потому что у них было больше моментов, чем у нас. Они держали мяч, и мне кажется, что они были лучше. Но в втором тайме мы начали играть нашу игру. И думаю, потом заслуженно выиграли. Во втором тайме красно-синие берут игру в свои руки. Зор Антошич выходит 1-1 с плетикосой. Защитники донской команды блокируют его удар. Однако вторая волна атаки серба приводит к взятию ворот Ростова. Мяч навесом прилетает с левого фланга в штрафную. Понтус Фернблум точен 1-1. Буквально через несколько минут сразу два удаления в команде Ростова. Второе нарушение, и Алексей Николаев заслуженно показывает красную карточку Александру Гацкану. За споры с арбитром получает второй горчичник и уходит с поля акробат Канга. В составе девяти человек Ростов не устоял. На 74-м минуте ворота плетикосы поражает Зор Антошич. Нападающий армейского клуба врывается в штрафную и неотразимо для серба бьет в дальний угол. Через шесть минут ЦСКА увеличивает свой отрыв. 3-1. На этот раз отличается Сейду Думбия. С подачи Миланова форвард головой отправляет в мяч точно в ворота. Первый тайм не получился совсем, но такое бывает. Мы по существу ни одной полноценной контрольной игры не сыграли в полном варианте состава. Все время кто-то отсутствовал. Да и сегодня отсутствовали люди. Поэтому если учесть, что первый тайм втягивались, второй тайм в целом достаточно неплох. Первый официальный матч российского сезона получился неоднозначным. ЦСКА уступал после первой половины. Во втором тайме подопечные Леонида Слуцкого добавили и сравняли счет. Затем два удаления Ростова в течение двух минут сломали игру Дончан. Суперкубок России по футболу в шестой раз заслуженно отправляется в руки чемпиона страны. Заслуженно выиграл ЦСКА. Хочу своих ребят поздравить. Они выдержали в мяч. Но могу сказать, что очень легко мы там второй тайм упустили начало. Так что, что сказать. Это две красные карточки нормально преломили игру. Я думаю, что ЦСКА больше, да, от всех суперкубок. Но мы выиграли шесть раз, это значит, что уже можно назвать ЦСКА-трофей. Впереди у подопечных Меодрага Божевича чемпионат России. В премьер-лиге Донская дружина стартует 3 августа. В Москве Ростов помирится силами с местным Динамо. А на сегодня это все. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Ром, спасибо тебе за информацию. А далее в нашем эфире прогноз погоды и новости донской экономики. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова